Добрый день. Сегодня наша школа ПЦЭТ посвящена двум проблемам, которые мы считаем взаимосвязанными. И, наверное, сегодня мы будем говорить о них как бы в контексте их влияния, общее влияние на организм человека. Ну, во-первых, я хочу сказать, что 28 июля с 2011 года отмечается день профилактики, наверное, все-таки не борьбы, да, Дарья Леонидовна, а день профилактики вирусных гепатитов. Потому что, вот готовясь к сегодняшнему событию, к нашей школе, посмотрели еще раз, и получается, что лиц, инфицированных гепатитами, больше в 9 раз, насколько я поняла, чем лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией. А мы говорим о том, что ВИЧ – это грозно, это страшно, это вообще совсем никуда не годится. Вот, а сегодня мы будем говорить про гепатит, потому что гепатит сам по себе достаточно грозное инфекционное заболевание, и он стоит на втором месте по смертности именно от инфекционных заболеваний. Вот, но и те осложнения, к которым приводит гепатит, они, безусловно, очень грозные. Это циррозы печени, которые также, в общем-то, не добавляют здоровья никому. И я представлю сегодня спикера, с которым мы будем обсуждать вопросы гепатитов и циррозов, и что с этим делать, как бороться. Это главный внештатный специалист, гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Милионской области Варганова Дарья Леонидовна. Добрый день. Добрый день. И второй вопрос, о котором мы будем сегодня говорить, это также, он постоянно на слуху, он постоянно нас всех волнует. Мы знаем, не знаем, что такое холестерин и какие должны быть цифры. В норме мы говорим, какой у тебя холестерин, а сколько у тебя холестерин, а какой он должен быть, и вообще, что такое холестерин, и почему мы должны с ним бороться. И об этом сегодня мы будем говорить с главным специалистом Министерства здравоохранения Варгановской области Рогужиной Надеждой Николаевной, главным терапевтом. Добрый день, Надежда Николаевна. Добрый день. Ну что, переходим к вопросам тогда. Дарья Леонидовна, вот мы постоянно слышим, во всяком случае часто слышим, что гепатит чаще встречается у молодых людей. Вот это на самом деле так, или просто до пожилого возраста, до старческого возраста люди с гепатитами не доживают? Пожалуйста, что такое гепатит? Ну, ваше видение на самом деле, кто поражён наиболее часто поражается? Ну, здесь вопрос о том, что гепатит – это воспаление печени. Но мы не можем говорить о том, что гепатит поражает только молодых. Мы чаще всего сталкиваемся с тем, что в основном инфицируют с вирусным гепатитом преимущественно люди молодого возраста. Но гепатит бывает как вирусный, так и невирусный. И так как мы говорим сегодня в свете того, что у нас всё-таки мероприятие, посвящённое дню борьбы и, как вы правильно отметили, профилактике гепатитов, но стратегия ВОЗ, которая была объявлена на последние пять лет, это как раз выявление гепатитов вирусных и элиминация их. То есть считается, что количество пациентов, заболевших вирусными гепатитами, это как огромный айсберг. То есть большую часть мы абсолютно не видим, потому что люди просто не обращаются за помощью, потому что их ничего не беспокоит. А это люди абсолютно различного возраста. Это от младенческого возраста, это дети, это молодые люди, это люди пожилого возраста, люди зрелого возраста. Ввиду коварной особенности болезни печени, что печень никогда не болит, и человек до последнего не знает о каких-то заболеваниях со стороны печени, люди просто вовремя не обращаются к специалисту. Я, наверное, не совсем с вами соглашусь, потому что вот как часто гепатит течет бессимптомно? Ведь кроме того, что боль, есть же и другие симптомы. Ну, я понимаю, сейчас вы скажете, что не все пациенты при гепатитах желтеют, наверное, это так, да? Но все-таки другие симптомы. И ведь много разновидностей, допустим, гепатитов А, В, С, Д, Е, еще какие, Дельта. Очень много разновидностей гепатитов. Все ли они текут бессимптомно? Или все-таки какие-то гепатиты заставят обратить на себя внимание в короткий довольно срок? Причем вы говорите, что и в младенчестве, и в детском возрасте, но у детей вряд ли что-то течет бессимптомно, да? Ну, здесь, если мы говорим больше о вирусном гепатите, то, может быть, немного забегая вперед, необходимо сказать, что вирусные гепатиты могут передаваться от матери к плоду. Поэтому, естественно, вирусные гепатиты в младенческом возрасте могут проявляться как носительство вирусного гепатита, большей частью В, в меньшей степени С. Если мы будем говорить о гепатите А и Е, это те виды гепатита, которые передаются в основном через зараженную воду, через продукты питания. То есть эти гепатиты чаще всего перетекают по типу, ну, как пищевая токсикоинфекция, с тошнотой, рвотой, и потом присоединяется желтуха, но далеко не у всех. Но это не говорит о том, что все наши детки желтели. Это первое. Второе, относительно гепатита Е, у нас его на территории Ульяновской области единичные случаи, и за последний год он не регистрировался. Но это тоже тот гепатит, который преимущественно передается через все-таки зараженную воду. Это большая часть и в Азии. Это так называемый фекально-оральный или алиментарный путь передачи. Что касается вирусных гепатитов В, С, Д или Дельта и Г, которые сейчас тоже есть на территории Российской Федерации Ульяновской области, это те гепатиты, которые передаются парентеральным путем или через зараженную кровь. Но если мы раньше говорили о том, что преимущественно это был действительно путь медицинской передачи, то есть до 90-х годов мы говорили об этом, то есть это переливание зараженной крови, это хирургические какие-то манипуляции, то на сегодняшний момент где-то 38-40% это доминирует половой путь передачи. Это незащищенный сексуальный контакт. Все это приводит к очень большому росту заражений. Почему мы говорим, что больше, чем ВИЧ? Потому что гепатит был более опасный, чем ВИЧ. И агрессивный. Нужна концентрация в сотни раз меньше, чем даже вирусы иммунодефицита, чтобы им заразиться. Да, Леонидовна, вот часто наши слушатели и пациенты спрашивают, я не знаю, насколько корректный этот вопрос, самый грозный гепатит, это все-таки В или С, и как вот разграничить их? Или одинаковый гепатит ничего хорошего не несет в себе? Любой гепатит, он одинаково страшен. Мы не можем говорить, что гепатит В или С более коварен. Раньше существовало такое мнение, что гепатит С – это ласковый убийца. Потому что порядка 80% случаев переходило в хронические формы. Но время показало, что гепатит В дает более тяжелые, агрессивные формы и высокий риск гепатоцеллюлярной карциномы. То есть это рак печени. И мы сталкиваемся с тем, что люди 60 лет, 70 лет, они на сегодняшний момент погибают даже не столько от болезни сердечно-сосудистой системы, сколько от рака печени. Потому что длительное время, когда-то заразившись, при каких-то манипуляциях половым путем, через татуировки в том числе, люди этот вирус пронесли через практически большую часть своей жизни. И на сегодняшний момент у них уже развились осложнения в виде рака печени. Этого можно было бы избежать, это можно было бы предотвратить. Вот мой вопрос об этом. Следующий вопрос. К сожалению, может быть, не только, но к сожалению, бытует мнение, что гепатит неизлечим. Вы говорите, что это можно было предотвратить, этого можно было избежать. Пожалуйста, что такое гепатит, лечение, вернее, гепатита? На сегодняшний момент, опять же, возвращаясь к словам нашего президента и к стратегии Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году мы планировали полностью победить гепатит С. То есть на сегодняшний момент существуют препараты, которые позволяют полностью излечивать вирус. И планировалось, что все люди будут выявлены и вылечены этими препаратами. Планировалось. Препараты предоставляются бесплатно в Российской Федерации по страховому полису, по программам, которые проводят инфекционный центр, гипотологический центр на базе инфекционной больницы и медицинский центр Академии, да, 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 нашей центральной городской больницы, медицинский центр Академии и Ульяновская областная больница. То есть совместными усилиями на территории Ульяновской области планировалось полностью победить вирусную гепатит С, равно как и на территории Российской Федерации и, соответственно, мира. Но ковид внес свои коррективы. И на сегодняшний момент, конечно, в том объеме, как планировалась противовирусная терапия, она ввиду закрытия на ковидный госпиталь, инфекционной больнице, к сожалению, несколько приостановилась. Но, тем не менее, не прекращено. Тем не менее, продолжается. И мы можем говорить о том, что практически на территории области не осталось пациентов с вирусным гепатитом С с четвертой стадии фиброза. То есть практически они все охвачены и вылечены, вне зависимости от возраста. Противопоказаний для лечения по возрасту не существует. Но это прям сказка. И что, безвозвратно уходит этот гепатит С, и печень восстановлюет все свои функции? Это называется устойчивый вирусологический ответ, когда вирус уходит полностью, и в отсутствие вируса, естественно, часть печени полностью восстанавливается. Имеет такую особенность. Имеет такую особенность. Но что касается гепатита С, его коварство заключается и в том, что он сам по себе способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени. То есть это статы гепатита неалкогольного. Соответственно, это приводит к повышению и холестерина, и повышению сахара, и другим неприятным последствиям. Вот они, к сожалению, не уйдут. То есть здесь нужна помощь терапевта и с совместными усилиями дальше вести и наблюдать. То есть нельзя сказать, вылечил вирус и забыл полностью о докторах. Хорошо. Это мы проговорили про гепатит С. Замечательно. У нас сколько же примерно человек в год проходит лечение от гепатита С? И есть ли проблемы с медикаментозным лечением, поскольку мы сейчас о нем говорим? Ну, точную цифру, сколько человек было вылечено за тот год, вот с учетом ковида, мне сложно сказать, но это не менее, чем 200 человек в год пролечивается. Это не менее, потому что время терапии занимает от 8 до 12 недель, иными словами, 2-3 месяца. Этого достаточно приема таблетированных препаратов. Государство предоставляет эту возможность нам по полюсу ОМС, но что касается стоимости, это в среднем от 600 тысяч до миллиона с лишним. За курс лечения. За курс лечения. Государство берет на себя бремя и для того, чтобы все-таки сохранить здоровье наших граждан. Что касается серых схем, об этом обязательно нужно говорить. Что такое серые схемы? В сети интернет большое количество предложений, рекламных акций и различных блогов, где предоставляют возможность приобретения противовирусной терапии на весь курс, от 8 до 12 недель, за стоимость от 10 до 30 тысяч рублей. И, конечно же, очень многие люди думают, ну зачем я буду ждать очереди к доктору, я сейчас приобрету за свой счет и пролечусь. И это очень большая ошибка. Во-первых, большая часть препаратов не зарегистрирована на территории Российской Федерации. Во-вторых, после этого возникает рецидив, то есть возврат вируса. И приходится перелечивать схемами более длительными по времени и более дорогостоящими. То есть человеку приходится уже здесь ждать очереди до года как минимум, для того, чтобы перелечиться. Да, кстати, вы совершенно правы. И встречаются в интернете такие объявления, встречаются они на самом деле, где предлагают за сколько-то, 30 тысяч, вот я, например, визу объявлений, да, излечение от гепатита. Причем мы сейчас еще с вами должны поговорить про гепатит В, потому что там было сказано и про гепатит В тоже. Поэтому сейчас вот мы просим наших пациентов, которые смотрят нашу передачу, не покупаться на такой вот дешевый путь для лечения гепатита. Все-таки нужно обратиться к специалистам. Либо это гипотологический центр центральной городской клинической больницы. Возглавляет этот центр речник Валерия Николаевна, наш главный инфекционист. Либо это медицинские центры Академии, которые также имеют государственное задание по лечению гепатита С. Либо в гастроэнтерологическое отделение областной клинической больницы, где заведующая отделением Климов Наталья Николаевна и Дарья Леонидовна, наша сегодняшняя собеседница, она работает также в этом отделении. Поэтому вы проконсультируйтесь, узнайте, нужно вам лечение, какое лечение нужно. А не просто так вот, ну да, 30 тысяч, это, конечно, не 600 тысяч, но надо ли? Надо ли экспериментировать на себе? Скорее всего, не надо. Тем более, что препараты, которые там предлагаются, они не зарегистрированы, и вряд ли они принесут, скорее всего, не принесут. И уже по опыту они не приносят желаемый эффект. Поэтому покупаться на такой вот дешевый трюк, конечно, не надо. А что такое гепатит Б? Вот, извините, все-таки вернусь к гепатиту С. Очень важно знать, что не на всех стадиях возможно проведение противовирусной терапии. И поэтому обязательно обратиться к доктору, это первое. А второе, инфекционист по месту жительства, он вносит каждого пациента в регистр, этот регистр доступен, он виден, и даже если пациент сам не... Доступен врачам. Врачам-инфекционистам, конечно. И даже если сам пациент, может быть, сомневается, то в любом случае его доктор вызовет и скажет о том, что сейчас есть такая возможность, пожалуйста, обращайтесь и даст ему направление. То есть с этой целью просто снова хочется порекомендовать нашим пациентам посещать своего участкового терапевта и инфекциониста по месту жительства. Что касается гепатита В, о нем сейчас говорят, к сожалению, очень мало. Но он достаточно агрессивный вирус, который требует практически пожизненного лечения, как ВИЧ-инфекция. Это пожизненный прием препаратов таблетированных, которые необходимы для того, чтобы сдерживать репликацию вируса. Этот вирус более коварен и опасен тем, что он чаще сопровождается дельта-вирусом, и тогда он очень агрессивно протекает, или гепатит Д, как мы его зовем, и чаще всего поражает вот здесь, вот в молодой возраст. Это очень быстрое течение, очень злокачественное, с быстрым развитием рака печени. Это может быть и 28, и 35 лет. То есть люди порой не доживают до 40 лет. То есть очень агрессивное течение. Хотя человек мог просто сделать, например, татуировку. То есть сейчас количество тех пациентов, которые заболевают именно вирусным гепатитом В, увеличивается за счет того, что очень много делает молодежь татуировки, какие-то косметические процедуры. Это рост в последний год вырос, по данным Роспотребнадзора, с 2 до 4%. Это очень большой рост. И все-таки остается внутривенное употребление наркотиков, психоактивных веществ. Это порядка 10% сейчас, хотя в 2017-2018 году эта цифра составляла 22. То есть радует хотя бы, что уменьшился этот путь, но он сохраняется на территории Российской Федерации. И как люди узнают о гепатите В? Чаще всего абсолютно никак. Это просто выраженная слабость, это тяжесть в правом подреберье. Очень редко это желтушность кожи и склер, что заставит, естественно, обратиться к терапевту либо инфекционисту. И человек практически ни на что не жалуется. И случайно при медосмотре, либо когда хочет человек пойти сдавать кровь в качестве донора, перед какой-то плановой операцией выявляются антитела к вирусному гепатиту. Либо HBS-антиген, как он раньше назывался австралийский антиген. Поэтому хочется еще раз сказать всем тем, кто в 90-е годы в нулевые, у кого выявлялся австралийский антиген, обязательно подойдите к доктору-инфекционисту и дообследуйтесь, потому что просто так сидеть и ждать, что вирус исчезнет сам с собой, не приходится. Ну и терапия практически пожизненная. Бывают случаи, когда в течение 3-5 лет удается добиться исчезновения репликации. То есть вирус перестает размножаться в крови, он как будто засыпает. Но это требует ежегодного наблюдения за ним. Но здесь мы не говорим об излечении, мы говорим о пожизненном лечении, пожизненной терапии. О пожизненном лечении, как и ВИЧ-инфекция. А скажите, вот в самом начале вы говорили о том, что и младенцы могут быть поражены. Я так понимаю, и вы уже сказали, что это возможно от женщины, от матери. А что сделать, чтобы от женщины гепатит не перешел к ребенку? Возможно ли предупреждение, предупредить такое? И в каком возрасте, кому делаются прививки против гепатита B? И насколько, на Ваш взгляд, они эффективны? К счастью, существуют вакцины как раз от гепатита B. Это счастье для всего населения Земли. Равно как от гепатита A сейчас есть вакцина. Но если гепатит A, мы о нем практически забываем, он быстро излечивается. Гепатит B вакцинация крайне важна, потому что ее делают в роддоме практически на вторые сутки с момента рождения. И затем мониторируют с уровня иммунитета. Что касается взрослых людей, если сдают кровь на антитела и видят, что человек не болел вирусным гепатитом B, все-таки хочется всем порекомендовать настоятельно прививаться от гепатита B. Эта прививка не опасная, она совместима со всеми остальными прививками, она не требует никакой специальной подготовки. Вакцинация состоит из трех прививок. Первая вакцинация, затем через месяц делается ревакцинация, и после первой через шесть месяцев. Насколько она эффективна, прививка от гепатита? Она дает иммунитет на 20 лет, как минимум. Есть данные о пожизненном уровне антител в крови, но минимум, вот по все-таки данным литературы последнего времени, если вакцина сделана во взрослом возрасте, ее хватает на 20 лет. Если в детском возрасте, то практически пожизненный иммунитет. Хорошо. И, пожалуйста, вот ваши пожелания, ваши советы нашим зрителям, нашим слушателям. Что максимально человек должен сделать для себя, чтобы избежать заражения гепатитами, вирусными гепатитами? Ну, хочется сказать, что прежде всего, чтобы не заболеть вирусными гепатитами, это, во-первых, все-таки личная гигиена. Что это подразумевает? То есть это использование все-таки своих собственных бритвенных принадлежностей. Это маникюрные принадлежности. Это тот салон косметический, которому вы доверяете, вы точно знаете, что там дезинфицируется инструментарий. Что касается этого маникюра, педикюра. Ну и, безусловно, это гигиена личной жизни. Это постоянный половой партнер, это средства контрацепции, барьерные, которые предотвращают заражение как вирусными гепатитами, так и ВИЧ-инфекцией. Это прежде всего. Ну и, безусловно, это вакцинация от вирусного гепатита В, которая позволит родить здоровое потомство. И планирование семьи, то есть планирование беременности должно быть. Если оба партнера, они обследуются до беременности и знают о своем уровне антител или о том, что они поражены каким-то вирусным гепатитом, всегда есть возможность проконсультироваться с доктором и узнать о рисках возможной передачи и пролечиться, если это необходимо. До наступления беременности. До наступления беременности. Но если беременность наступила, не стоит бежать ее прерывать. Всегда нужно подойти к доктору, к инфекционисту. Можно к гастронтерологу и посоветоваться. Доктор посмотрит на вирусную нагрузку, посмотрит на биохимические анализы и сможет сказать, есть ли риск передачи вируса прежде всего гепатита В ребенку или нет. Холестерин у нас – это органическое жироподобное вещество. Действительно, очень много и хорошего, и плохого пишут в прессе, и не только в прессе. На самом деле он очень нужен и очень важен для организма. Он участвует и в выработке гормонов, и в выработке витамина D, в выработке желчных кислот. Он помогает клеточной мембране, чтобы она была целая, ровная и гладенькая. То есть в каждой клеточке нашего организма. На самом деле он, в общем-то, нерастворим в воде. И по организму он путешествует упакованную в белковую оболочку. То есть если мы представим, это капсулка, внутри которой будет многочисленные молекулы жира, а сверху это как бы покрыто молекулами белка. И в зависимости от, вот именно от этого взвешенного состояния, и есть так называемый плохой холестерин, это липопротеиды низкой плотности, и хороший холестерин, липопротеиды высокой плотности. Чем, значит, хорош, так сказать, хороший липопротеиды высокой плотности? Они как раз защищают клетку от повреждений, обеспечивают нормальную текучесть крови и эластичность сосудов. Ну, соответственно, плохой – это тот холестерин, который откладывается в осадок на внутренние оболочки и формирует затем, к сожалению, атеросклеротические бляшки. Как Вы их резко распределили – хороший или плохой? Да? А что значит хороший холестерин? Пусть он будет, чем больше его, тем лучше? Безусловно, у нас организм очень умно устроен, и в нашем организме не бывает такого, что чего-то больше, чего-то меньше. У них определенные есть и нормы. Если мы вернемся уже к нормам, например, по холестерину, я могу сказать, усередненные нормы общего холестерина – это от 3,5 до 5,5. Вот это, я еще раз повторюсь, это средние цифры. Почему? Потому что даже в течение жизни у каждого из нас меняется, и наш гормональный баланс меняется, соответственно, меняются и нормы. Кроме этого, даже у мужчин и у женщин, в общем-то, тоже есть небольшие различия. Соответственно, и у, как мы говорим, у фракций, у хорошего и у плохого холестерина есть тоже свои нормы. Если мы возьмем плохой холестерин, то норма у нас составляет от 1,8 и 2,8 ммол на литр. Это плохой холестерин. Если мы берем хороший, то, как правило, норма идет ниже, в 2 раза меньше от плохого холестерина. Почему я говорю, как бы, средние цифры? Ну, опять же, здесь очень много зависит от того, от состояния человека, от сопутствующих патологий. И не секрет, что очень многие ассоциации, и терапевтические, и кардиологические, они каждый год пересматривают вот эти вот нормы, и уже конкретно под каждого пациента все-таки решают и определяют доктор, лечишь и врач. А как часто человек должен контролировать свой холестерин? Это первый вопрос. Как часто, раз в год достаточно ли? Ну, по поводу кратности, безусловно, если человек здоровый, нет у него никаких факторов риска, то есть кроме холестерина, то человек, конечно, может и раз в год. В принципе, та диспансеризация взрослого населения, она как раз позволяет нам пройти раз в год определение холестерина. Но если пациент имеет какие-то сопутствующие заболевания, может быть, какие-то другие факторы риска, то, безусловно, кратность, она должна быть увеличена, опять же, не менее двух раз в год. И если все-таки человек имеет какие-то сопутствующие заболевания, безусловно, правильным будет сделать липидный профиль, липидограмму. То есть по-разному как бы называют трактовку вот этого анализа. Там действительно делаются фракции холестерина, там делаются три глицериды, то есть масса. То есть вот то, что делают анализ на общий холестерин, там с помощью тест-полосок, как вот в нашем Центре общественного здоровья делают. Это только ориентировочное определение. И если он будет повышен, то уже дальше нужно делать с холестерином уже по фракциям, там три глицериды, то есть более углубленное проводить обследование, правильно? Совершенно верно, да. Это своего рода маркер нашего состояния. Но тем не менее, вот я могу сказать, что в нашем Центре проводят анализ на холестерин, общий холестерин, да. И надо сказать, что достаточно высокий процент посетителей, наших пациентов, имеют повышенные цифры холестерина. Поэтому нужно, конечно, обратить на это внимание. Можно, конечно, пересдать еще через полгода, посмотреть, как чувствует себя холестерин. Конечно, если вы получите квалифицированную консультацию доктора по правильному питанию. Что сделать и чем нужно питаться, а что нужно исключить из своего рациона для того, чтобы холестерин, ну, будем говорить, если не пришел в норму, то во всяком случае снизился и не давал таких побочных эффектов, о которых вот сейчас Надежда Николаевна говорит. Но дело в том, что вот приходят люди, и, кстати, их немало, которые правильно питаются. Едят овощи, фрукты, не ставят на стол жареную картошку, не едят там очень много жареного, а холестерин зашкаливает. А есть наоборот. Те, кто как хотел питаться, так и питается. И холестерин не повышается, не поднимается. Все-таки это зависит от внутреннего состояния организма, правильно? Безусловно, это на самом деле так, поскольку холестерин вырабатывается, около 80% холестерин вырабатывается самим организмом. И только лишь 20% у нас поступает извне. То есть мы получаем холестерин, как бы внешний такой. Ну, что касательно питания, если можно, я все-таки немножко откомментирую. Даже не только питание, но и любая физическая активность. Вот я готовилась тоже к нашей беседе, к лекции, почитала и была действительно удивлена. Проводились работы. Обычная физическая нагрузка уменьшает количество холестерина. Казалось бы, каким-то образом, и тем не менее, были проведены убедительные данные, что действительно физическая нагрузка. То есть мы не просто говорим, что нужно заниматься, ну, может быть, даже не спортом, а физической культурой. Даже обычные пешие прогулки, они и туда будут давать положительный момент. Опять же, здоровое питание тоже очень часто мы слышим. Тоже проводились работы. И это как бы не просто так, это научно доказано. Если мы будем пересматривать свое питание и делать акцент на больший прием овощей, фруктов, ягод, какие-то цельнозерновые продукты, даже молочные продукты уменьшать, жирность продуктов. Все это дает и в целом тоже положительный момент. Безусловно, и, конечно, у нас, может быть, это на самом таком последнем месте, это и препараты, которые можно и нужно применять для лечения повышенного холестерина. Но это только под контролем и по назначению врача. И под контролем, потому что тоже много всевозможных мифов. Соседка пьет, да и я выпью. Да, у меня вот к вам, Кобейм, сейчас вопрос по атеросклеротическому поражению сосудов организма. И существует ли прямая связь, прямая, наверное, зависимость от уровня холестерина. То есть высокий холестерин, развитый атеросклероз, и пошли отсюда все осложнения инфаркта, инсульты и так далее, да, атеросклеротическое поражение сосудов нижних конечностей. Или атеросклероз сам по себе, холестерин сам по себе? Конечно, все взаимосвязано. Сказать, что все, что вот прям совершенно холестерин сам себе, атеросклеротическая болезнь сама в себе нет. Взаимосвязь есть, она достаточно четкая. Вот, поскольку, как вы уже сказали, атеросклероз – это бляшки. И проблема основная в том, что с течением уменьшается просвет внутренней оболочки сосудов, и плохо поступает кровь. Я могу добавить, наверное, если вы позволите. Ваше отношение к холестерину, прежде всего. Холестерин, прежде всего, он синтезируется в печени. Поэтому я как гастронтеролог, конечно же, не могла промолчать. Потому что холестерин, безусловно, нужен для каждого из нас. Это наше здоровье. Это достаточно должен быть уровень холестерина. Это наше здоровье кожи, это здоровье нервной системы. Это молодость. Это, опять же, долголетие. Это гормональный фон. Но ведь очень много исследований относительно того, что при выраженных стрессах растет уровень холестерина. То есть, если вспомнить очерки, которые проводились во время Великой Отечественной войны, а мы знаем, что там проводилось достаточно большое количество работ, и 18-19-летние юноши, которые погибали во время бомбежек, в том числе при вскрытии обнаруживался тотальный атеросклероз и полностью перекрытый коронар. Ну вот, посмотрите. Вот в тех же условиях практически никто не болел респираторно-вирусными инфекциями, да? Да, грипп. Никто не слышал о том, что грипп есть. А атеросклероз... Атеросклероз был тогда. То есть, он был связан... Никто не исключает и стрессовый момент, и стрессовый механизм развития атеросклероза. Поэтому всегда хочется сказать, что и физическая нагрузка как раз здесь нужна, как фактор борьбы со стрессом. Потому что с помощью физической нагрузки мы помогаем своему организму. Мы все живем в высокой такой информационной, скажем так, нагрузке. То есть, у нас у всех большой выраженный уровень стресса. И эту тревожность можно снижать не путем заедания перед голубым экраном, а путем того, что, как правильно сказала Надежда Николаевна, то есть, хотя бы просто пешая прогулка, выйти прогуляться, какая-то физическая активность. И очень много существует мифов относительно питания. Вот мне всегда хочется разведить этот миф относительно яиц. Яиц, да. Это бесконечно. Это уже на протяжении десятилетий, говорят, высокий холестерин нельзя есть яйца. Нет, нужно. Но на сегодняшний момент я всегда говорю о нашем знаменитом физиологе Павлове, который прожил достаточно долгую жизнь. И он каждое утро на завтрак съедал яйцо. Это было каждое утро. И это не повышало уровень его холестерина, и он не страдал выраженным атеросклерозом. Потому что, снова возвращаясь к вам, Надежда Николаевна, везде нужен индивидуальный подход. Абсолютно. И хочется сказать, что повышается уровень холестерина прежде всего у людей с абдоминальным типом ожирения. Когда подконжировая клетчатка начинает откладываться на животе, это говорит о том, что есть жировая дистрофия печени. Печень не справляется с избытком жиров, поступающих в организм. Поэтому самый лучший способ и первый способ борьбы – это следить за окружностью талии. То, о чем мы всегда говорим. Да, и все-таки, как гастроэнтеролог, советы пациентам дайте, что же про яйца мы поняли. Можно есть яйцо каждый день утром, можно вечером, да? Лучше утром. Это желчегонный эффект. Понятно, лучше утром. Хорошо. А что кроме яиц вы бы порекомендовали? Растительную пищу. Потому что я думаю, что мы все понимаем, что все-таки индивидуальные особенности организма, их никуда откладывать не будем, поскольку от этого зависит очень много. В том числе и уровень холестерина, и не только уровень холестерина. Вот. Ну, а если нужна помощь человеку, то какими советами мы можем помочь? Именно в плане, ну, не медикаментозного, но снижения холестерина. Ну, это прежде всего, это ни для кого не секрет, это снижается уровень потребления все-таки животных жиров. Они замещаются на растительные, либо на так называемые полезные жиры. То есть это, опять же, рыба. Рыба, да. И я все время говорю о растительном масле, о нашем подсолнечном масле. То есть не нужно бояться в салат, летом добавлять подсолнечное масло. Не майонез. Не майонез и не сметану. А масло, в принципе, можно заменить, например, соком лимона. То есть это тоже будет достаточно и вкусно, и полезно, и привнесет какое-то разнообразие в рацион. И, конечно же, убирать, мы всегда об этом говорим, убирать трансжиры. То есть это маргарин, это майонез, это вафли, это печенье, всякая сдоба. Выпечка, особенно с долгим сроком хранения. Кондитерские изделия, конфеты. То есть вот все сладкое, все мучное. То, что, в принципе, сейчас изобилует. И у нас же проблема, основная, из-за которой практически у всех растет холестерин, то, что мы стараемся перекусывать какими-то пирожками, булочками, какими-то вот такими бутербродами. Особенно бутерброд с колбасой – это сразу высокий уровень холестерина, это высокий уровень сахара, и это очень плохо для кишечника, естественно. И, опять же, уровень холестерина определяет кишечная микрофлора. А вот у Надежды Николаевны сейчас прозвучала выпечка с длительными сроками хранения. Вы что имели в виду? Ну, то есть сейчас очень много выпечки, не только те вот условия, которые… Печенье, тортики. Печенье, тортики. Это тоже как раз способствует вот… А чем определяется, вернее, не определяется, а обуславливается длительное хранение? Добавлением определенных консервантов? Определенных жиров. Жиров. Жиров, да. И то, что вот сказала уже Дарья Леонидовна, то, что, по сути, она сказала то, это нельзя фастфуд. Это то, что, к сожалению, сейчас много рекламируют, то, что молодежь достаточно много потребляет, потому что фастфуд и готовые полуфабрикаты, колбасные изделия, ну, в общем-то, это то, что повышает наш холестерин. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Поэтому я думаю, что вот именно исходя из тех наших слов, из представлений, я надеюсь, что сегодняшняя наша передача «Школа пациента» будет полезна для наших зрителей, для наших пациентов. и надеюсь, что наши поликлиники тоже примут в этом участие, и на всех, как это сказать, телевизионных экранах в поликлиниках люди смогут послушать и посмотреть. И поэтому я предлагаю вам, коллеги, сейчас пожелать нашим зрителям, ну, кроме снижения холестерина, о котором мы уже говорили, что мы еще можем. Вот на самом деле это очень важно. Следите за собой, следите за уровнем не только холестерина, но и в принципе проходите обследование. Но это не всегда возможно, это не всегда получается. И в поликлиниках очереди, особенно сейчас, в период пандемии, когда мы сами говорим, не ходите лишний раз в поликлинику. Что делать-то, как за собой следить-то? Дайте советы людям. Ну, в первую очередь, это активные прогулки, пешие прогулки. Пожалуйста, если кто-то занимается скандинавской ходьбой, их можно. Это может быть самый надежный и самый простой вариант профилактики. Безусловно, питание. Без питания, правильного питания, стараться приверженности к правильному питанию, у нас тоже ничего не получится. И все-таки, если у вас остается сомнение, и в вашем уровне холестерина, это посетить все равно обязательно врача в поликлинике. Ну и меня, может быть, как терапевта, я все-таки призываю всех раз в год прийти на диспансеризацию, посмотреть свой уровень сахара и холестерина. Ну, диспансеризацию, либо диспансерный осмотр. Потому что диспансеризация от 18 до 40 лет, один раз в три года, после 40 ежегодно люди должны проходить диспансеризацию. Но если что-то беспокоит, то человек хоть в 18, хоть в 19, в 25 может пройти профилактический осмотр в поликлинике по месту жительства. Поэтому сейчас разрешено и проведение диспансеризации, диспансерного осмотра. Собственный диспансерный осмотр хронических пациентов и не был запрещен. Но и профилактические осмотры также разрешены. Конечно, надо все делать с умом, с головой. Если вы видите, что там очень большое скопление народа, вы просто пришли для того, чтобы пройти профилактический осмотр, пойдите в кабинет медицинской профилактики, возьмите направление, на что вам дадут для прохождения профилактического осмотра, и посмотрите, когда не будет большого скопления людей. Как правило, это вторая половина дня, это суббота, поскольку поликлиники наши территориальные по субботам работают, выбрать для себя оптимальное время, когда вам не придется столкнуться с большим количеством посетителей. Ваше пожелание, пожалуйста, Дарья Леонидовна. Мое пожелание, оно очень простое, так как мы говорили о стрессах. То есть прежде всего стараться больше времени проводить с семьей, с любящими и любимыми людьми, совместное общение, совместные опять же прогулки, это совместное приготовление пищи. Ну и сейчас лето, то есть нужно наслаждаться свежим воздухом, принимать солнечные ванны, насколько это возможно, ну, конечно, без переусердствований, конечно же. Без перегрева. Да, без перегрева. И самое главное, сейчас сезон фруктов и овощей. И лучше пусть эти фрукты и овощи будут с грядки со своей. Ну, у кого нет возможности такой, то есть это должны быть все-таки местные фрукты и овощи. И помните, пожалуйста, о том, что еще не наступил сезон арбузов и дынь. Пожалуйста, будьте очень аккуратны, потому что сейчас, за последнюю неделю, большое количество отравлений. Ну, в этом году, конечно, все созревает гораздо быстрее, поэтому все посчитали, что и арбузы, и дыни тоже уже созрели, пошли покупать на рынке, а продает их великое множество. Конечно, нужно быть очень аккуратным, очень осторожным, потому что не все те привозимые дыни и арбузы уже на самом деле созрели, поэтому там и нитраты возможны, и именно вот отравление. Ну, в конце концов, мы вот сейчас уже чем завершаем, это, конечно, здоровым образом жизни, это физическая активность, и здоровое питание, и водный режим, и прогулки на свежем воздухе. То есть это просто лишний раз мы сегодня еще всем напоминаем, что наше здоровье в наших руках, и сделать себя здоровым может только сам человек. Понятно, что с помощью докторов, если уже наступил какой-то дисбаланс в организме, обязательно советы докторов нужны, но, в общем-то, конечно, человек сам себя должен слушать, слышать и понимать, где у него наступает сбой. Мы желаем всем здоровья. Если будут вопросы, то обращайтесь в нашу школу пациента, мы постараемся ответить на ваши вопросы, и будем готовить те темы, которые вас больше всего интересуют. Спасибо большое.